МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все будет хорошо. Подержи, пожалуйста. Сейчас. Сейчас. Андрей Дмитриевич. Андрей Дмитриевич, откройте! Сложите меня. Андрей Дмитриевич! Эй! Черт. Черт. Андрей Дмитриевич! Эй! Андрей Дмитриевич! Андрей Дмитриевич, вы слышите меня? Ай, черт. Черт, черт. Ай, черт. Фух. Аааааа! Ааааа! Аааа! Ааа! Грачев Андрей Дмитриевич, Вороза, откройте, а? Подождите, а вы, собственно… Побыстрей, пожалуйста. Алло, да, Вадим, тут у меня… Тихо-тихо-тихо, осторожней. Ах, это ты? Ну, побыстрей, прошу вас. Да, Вадим, да, я понял. Ну, сейчас разберемся. Да пока не за что. Давай, я перезвоню. Это что, пуля? Ты как давно? Меньше суток, чуть меньше суток. Помогите нам, пожалуйста. Надо бы её в дом перетащить. Сможете помочь? Ну, да, я… Я могу, я… Я всегда… Ну, это хорошо. Подыгры, подыгры берите. Куда? Подыгры берите, поддерживайте генетраны. Вот туда. Да, да, да. Смелее, смелее. Ай, боже мой. Ничего себе. Мёртвый. Да, не повезло. Бывал здесь? Да, он часто приходит. Ну, точнее, приходил. Помнишь его? Он постоянно наличными рассчитывается. А, точно. Нормальный чайвы таки оставлял. Только наличными рассчитывался? Стабильно. Да. Значит, по кредитке личность не отследить. Когда он был здесь в последний раз? А, позавчера в нашу смену? Я точно не помню. А, у нас же камера наблюдения есть. Если хотите, можно посмотреть. Давайте посмотрим. Угу. Пойдёмте. Так. Держите ногу, Ольга Александровна. Держите. Здесь. Держим крепко. Как можно крепче. Так. Ну, вот и всё с этим. Так. Держите крепко. Сейчас почистим. Могло быть и хуже. Стоп. Ну-ка приблизь вот этого, который пришёл. Это ж Жирнов. Юр, посмотри. Не узнаю. А кто это? Ну, как Жирнов? А, да ты ж молодой. Девяностый. Ты не застал. Это Жирнов. Анатолий… Не помню, как по отчеству. Серьёзный товарищ в своё время был. Рэкет и все сопутствующие. Отсидел. Вроде как за голову взялся. В смысле, стал умнее и осторожнее? Как видишь. В пакете деньги. Наверняка. А вот это мы с тобой и выясним. Так. Ну, вот и всё. Сейчас я введу антибиотик. И мы перенесём вашу подругу в кровать. Да, Ольга Александровна? Вот и хорошо. Инъекции каждые два часа. Да. Я сейчас уеду в клинику на дедовольство. Поэтому все последующие уколы будете делать и вы. Вплоть до моего возвращения. Я? А кто? Здесь никого больше нету. Ну, не волнуйтесь, не волнуйтесь. Это не сложно. Смотрите. Аккуратно вскрываете ампулу. И берёте шприц и набираете жидкость. Ставите шприц вертикально и потихонечку выпускаете воздух. Чтобы ни одного пузырика не осталось. Теперь берите салфетку и протираете то место, куда будете колоть. И потихонечку, потихонечку вводим. Не спеша. И аккуратно. Потихонечку. Эй, Ольга Александровна, да что ж такое, а? Эй, Ольга Александровна, да что? Эй, Ольга Александровна, да что? Эй, Ольга Александровна, да что? Эй, Ольга Александровна. Эй, Ольга Александровна. Эй, Ольга Александровна, да что? Эй, Ольга Александровна. 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 И так, Русама. Надеюсь, это последняя попытка. Через 20 минут мне нужно быть в клинике. Ночное дежурство еще никто не отменял. А вы через полтора часа делаете укол своей подруге. Семь шприцев я зарядил. Будильник мы поставили. И так, начнем. Значит, трюкаем лошадырь. Ой. Ой, хорошо. Хорошо. А теперь делаем уколы лимону. Давайте, давайте. Протираем салфеточкой. Смелей, смелей. Выпускаем в воздух. Угу. Молодец. Хорошо. Ну, а теперь кулем. И… Оп. Хорошо. Только не спешим. Спешим, не спешим. Аккуратнее, аккуратнее. Медленно. Так, ну, что такое? Ну, что такое, Александра? Что это такое? А ну-ка, нюхаем нашатырь. Нюхаем нашатырь. Я здесь. Это лимон. Ему не больно. Ему не больно, потому что он давно уже мертвый. Так, ну, в общем-то, не очень хорошо у нас получается. Хотя, небольшой прогресс есть. Лимоны есть. Апельсины, грейпфруты, яблоки. Шприцев предостаточно. Можно заправлять водичкой и тренироваться. А мне пора ехать. Понимаете? А вашей подруге нужны лекарства. Ей никто не сможет, кроме вас, помочь. Если вы этого не сделаете, ей станет хуже. А то и… Я поняла. Я все сделаю. Это лучшее из всего, что когда-либо слетало с женских уст. Молодец. В общем, молодец. 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 А мне нужно ехать. Мне нужно ехать. Господи. Нашатырь. Держите рядом. Господи. Все будет хорошо. Я справлюсь. Я справлюсь. Я не понимаю сути вашего вопроса. И вообще, зачем вы мне все это показываете? Локальная сеть. Локальная сеть. Создана специально для общения ограниченного количества пользователей. Чужой или случайный. Не попадет. Ссора, нали поздно найдет дорогу. Очень удобно. Погибшая Вероника Александровна, вы видите, была одним из модераторов. Да. Вижу. И что? Погибшая Вероника Александровна. Она же Медея. Она очень часто заходила, общалась здесь. Но три месяца назад резко ушла и больше не заходила. Видите, вот, последнее посещение, оно датировано концом апреля. Я все вижу. И что? Ну, в том-то и интерес. А в обычной переписке ничего нет. Простая болтовня. Ну, так, треп. Но наши техники восстановили удаленные письма. И что же в них? Угрозы, Максим Юрьевич. Угрозы. Стабильные. Вот семь сообщений от пользователя под ником Вертер. Кошмар. Вы, конечно же, заметили, что здесь все за апрель. Да? Верно. Но через минуту после получения последнего, Вероника Александровна удалила все сообщения, заморозила свою страницу и здесь больше не появлялась. Ушла и ушла. И что? Возможно, он нашел другой способ общения. Кто такой вы, Вертер Максим Юрьевич? Это вы сейчас меня спросили? Я понятия не имею. Мы тоже. Отследить его пока не удалось. Когда Вероника Александровна закрыла страницу, он тоже заморозил свою. Угу. Словом, не все так просто. А вы, часом, не вертер, Максим Юрьевич. Вы что? Вы что, смеетесь вы до мной, что ли? Я здесь покалеченно лежу. А вы меня подозреваете? Максим Юрьевич, работа у меня такая. Подходите к делу с разных сторон. Кошмар какой-то. Я лежу избитый. Ольга в розыске, Вероника вообще мертва. А вы мне здесь о своей работе будете говорить? Нет, я этого так не оставлю. Знаете, я, наверное, буду жаловаться. Максим Юрьевич, я не хотел вас обидеть. Просто моя работа заключается в том, чтобы… Ваша работа заключается в том, чтобы ловить убийцу. А меня оставьте в покое. Уяснили? Жалость, это моя правда. Спасибо большое. Жалость, врачи. Ага. Ну, а что? Что? Ой, какие люди! Раз, пойдемте! У-у-у-у! Что смотришь? Нравится, да? Откуда они у нее? Бред какой-то. Ты меня спрашиваешь, откуда? Так, да успокойно. Ты скотина! Сволочь такая! Ты не трогай меня! Ты понимаешь, что она меня теперь уволит? Уволит! Найдешь другую работинку. Конечно. Сволочь! Нахрена было связываться с таким придурком? А ты что думаешь? Так легко отделаешься теперь, да? Возьмешь на память? Сволочь! А я ей все расскажу. Да, расскажу. Как ты ко мне клеился. Как мы встречались у меня. У тебя. Как ваши постельки кувыркались. Она тебя не простит. Вот и снимешь свои бриони. Пойдешь на стройку работать. Больше было бы ради кого. А-а-а-а-а-а-а! Пойдешь». Это... Пойдешься. Спасибо большое. Он не выходит на связь. Не отвечает. Нет ответа. Черт. Что интересно случилось? Сколько времени он не выходит на связь? Около трех часов. Причем в последнее время точка его местоположения остается неизменной. Заброшенная деревня в восьми километрах на северо-запад от Оленевки. Сигнал идет оттуда стабильно. То есть там мы имеем либо санитара с телефоном, либо телефон без санитара? Либо санитар потерял телефон, что маловероятно, либо что-то случилось. Случилось с санитаром? Так, давай бери людей, сколько считаешь нужным. Езжай туда, прочеши всю окрестность. Мы просто не можем позволить себе потерять такого бойца. Сделаю. Давай. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Я справлюсь. Я смогу. Валерий. Тяга. Причем. Угу. Калываю. Раз, два, три. Резко. Эй. Ты это чего? Мне надо тебе сделать укол, понимаешь? Укол. У тебя очки каждые два часа, иначе ты умрешь. Понимаешь, я тренировалась на цитрусовых. На чем-то я… Ой. Калю. Калю. Оля. 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 Руку сюда жми. Точно. Детка, это делать так, как раз… О! О! Оля. Ага. Что ж такое? Привет. Ковалева там нет на улице? Не знаю. Оля. Ковалев, где ты бегаешь? Сам тебя ищет. Уже с ног сбился. А чего у тебя телефон-то не отвечает? Я тебе звоню, звоню. А, у тебя ж на руку развязался. Спасибо. Давай живее, иду и наверх. Что хочешь? Я… Откуда я знаю? Вика, это где Ковалев, где Ковалев. Давай-давай, там завяжешь. Да, иду, иду. То есть, версию маньяк-убийца ты отметаешь категорически? Категорически. Я уверен, что Веронику Саблину убил кто-то из тех, кто знал ее близко. В эту сторону я работаю. А основная подозреваемая – ее подруга по работе. Не ошибаюсь? Не ошибаетесь. Подруга и начальница. Она уже в розыске. А какое ко всему этому отношение имеет Чечень Максим Юрьевич? Муж – основной подозреваемый и любовник погибшей. Этому есть доказательства. Вот оно как. Вот что, капитан, ты пока не дергай этого Максима, мужа, без крайней необходимости. Позвонили мне тут час назад. Быстро. А что ты хочешь? Жалуются на тебя? Беспокоишь в больничной палате? Донимаешь расспросы? Я просто делаю свою работу, товарищ полковник. А ты делай. Ну, аккуратно делай. Серьезные люди, знакомые этого Чечнева, они и звонили. Так что, ты с ним уж поаккуратней. Ладно? Не могу обещать, товарищ полковник. Я буду поступать так, как того требует обстоятельства. А жаловаться? Да пусть жалуются. Ну, что ты за человек, капитан? Какой есть. Анатолий Дмитриевич, добрый день. Не может быть. Товарищ майор. 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 Так я смотрю, мне сегодня всю ночь эти крысы. Может. Все может. Наш визит не официальный. Пока. Есть пара вопросов. Ответьте и разойдемся, не превращая нашу встречу в праздник воспоминаний. Что было в пакете, который вы ему передали? А это Пучков. Лешка Пучков. Алексей Сергеевич. Да. А что случилось? Что? Увы. Адрес господина Пучкова, телефон, место работы. Да. Телефон, конечно. А остальное… Просто мы не были с ним настолько близки, чтобы… Так, старый знакомый. Что было в пакете, который вы ему передали? Деньги. Триста тысяч. Понадобилось, я позвонил Леше, занял, вот, вернул. Это все. А для чего именно вам понадобилась такая сумма и почему вы одолжили ее у господина Пучкова, а не у кого-нибудь другого, например? Послушайте, вы мне задаете конкретные вопросы, да? Я по мере сил стараюсь на них отвечать. А вот моя личная жизнь вас не касается. Вот, пожалуйста, возьмите телефон Леши. Хотя, честно говоря, я не очень понимаю, зачем он вам нужен. Да, а все остальное только в присутствии моего адвоката. Звоните, приглашайте. Если официально, я приду. Всего доброго. Майор. Да, изменились времена. Боловщина Махровая в костюмы ходит. Хамит. В девяностые проще было. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Долго ехал? Не сказал бы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А где Ширек? Это кто? Человек, которого ты у ментов отбил. А, этот? Ему не повезло. Хотя, как сказать, земля ему досталась получше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А кто тебя просил об этом? Я по ситуации действовал. Он был ранен, бесполезен, времени в обрез. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это как понимать? А понимаю, как знаешь. Мы со Широком пять лет в училище, а потом еще и Кавказ. А, лично. И что теперь? Убьешь меня? А зачем? Сам сдохнешь. Сгреешь? Крысы помогут. Как тут, кстати, с крысами? А у меня хоть эта мысль греть будет. Сука. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok А что делал? А что делал? Дианам. Дял. Оля, ты че позвонила Вадиму? Субтитры сделал DimaTorzok Вадим! Оля? Ольга? Прости. Все. Все, хорошо дряхнусь. Слышь? Слышь? Просыпайся, малыш. Просыпайся. Слушай, а где мы, а? Че это за дом? Как мы здесь оказались? Погоди, а ты… Ты укол сделала? Все в порядке, слышь? Ты правда ничего не помнишь? Давай, рассказывай мне. Рассказывай, все по порядку. Только ничего не придумай и не переукрашивай, хорошо? Ну, просто… Понимаешь, тебе становилось все хуже и хуже, а ты мне запрещала куда-либо ехать, а ты поехала. Куда? В аптеку. За водой. Потому что у нас вообще ничего не было. Подожди, цель-цель. Ты что ты? Ты че, кольцо продала? А? Нет. Откуда деньги на аптеку? Ну, я… Я с картеточки сняла. Много сняла? Ну… Да, все. Ну, что ж, прекрасно. Хочешь, что-то хорошо. Значит, деньги у нас есть. Ну, и дальше чего? Я, в общем, съездила в аптеку и привезла воды. И привезла врача. Да, я, кстати, про врача помню. Ну, в смысле, так. Смутно. Еще какой-то бензин почему-то. Не важно. И что? Этот врач вынул мне полю? Ну… Он казался мошенником и… Он забрал мое кольцо. Он забрал все деньги. И избил нас. Подожди. Он тебя избил? Сильно? В общем, у нас нет ни кольца, ни денег. Это я поняла. Так и потом ты позвонила Вадиму. Да нет. Я не звонила Вадиму. Это он позвонил. И вот мы оказались здесь. Это… Это то моего друга. И он… Я рубка. Ну, да. Это я тоже… Поняла. Иди сюда. Маленькая такая. Иди сюда. Маленькая такая. Иди сюда. Не бросила меня. Жизнь. Маленькая. Иди сюда. Храбрый ты мой… Айболин. А где Вадим? Он здесь? Есть. Привет. Это Алла. Ну, как ты? Жила? Нет же. Да-да. Я уже сказал по телефону, санитара нигде нет. Его телефон нашел в заброшенной деревушке у дороги. Он его либо потерял, либо специально выбросил. Последнее, я думаю, более вероятно. Своё мнение оставь при себе. Я вас понял. Его телефон я выбросил, симку забрал. Дальше пошёл по следу. Нашёл машину в реке на треть балаваде. Санитара не было ни внутри, ни рядом. Дальше я позвонил вам, спросил, что делать. Вы сказали мне вернуться, и я вернулся. А теперь возвращайся назад, к реке. Возьми людей, сколько считаешь нужным. Прочеши там всё. Сектор определишь на месте. Цель – санитар женщины. Санитар женщины. Езжай. Резюмирую всё, что я услышал. Вы оказались в ненужном месте и стали следителями бодистской перестрелки. В результате которой вы оказались тянутыми в совершенно непонятный для вас криминальный конфликт. Так? При этом, защищаясь, вы совершенно случайно убили. Одного? Угу. Одного. Только одного. Убили. Ай, ну, если я хоть чуть-чуть разбираюсь в жизни, то вам сейчас нужно залечь на дно. Верно? Угу. Нужно. Да. Угу. Ну, в этом я смогу помочь. Здесь оставаться нельзя. В воскресенье суда его семейство нагрянет и им уже точно ничего не объяснишь. Прошу прощения. Да, черешенка. Здравствуй. Привет, Вадим. Долечил нормально? Всё хорошо? Спасибо, хоть не вышел. Да, всё в порядке. Дверь за собой не закрыл. Как дела у твоего раненого друга? Да, ему лучше. Угу. У меня что, уже легализовали? Легализовали, но не совсем. Алло. Ему лучше пулю вытащили, да. Ну, я рада. Когда домой собираешься? Да я думаю, недолго. Ну, как закончу, сразу приеду. Хорошо, не задерживайся. Целую. Целую. Я тоже целую. Что? Целую, тебя говорю. А. Ну, ладно. Буду ждать. До скорого. Пока. Больно, между прочим. Огрызок вы проведете. Ну, я правда рад, что ты идёшь на поправку. Рин. Что хочешь, нас спрятали, да? Место надёжное. Нам ещё деньги понадобятся, документы. Тоже сможешь помочь. Реши мы эти вопросы. Ладно. Спасибо. Рин. Рин. Что слышу. Дура ты, Ритка. Ну, правда, а? Ну, что, нельзя было про проблемы свои рассказать? Ну, пусть не сразу. Ну, хотя бы там, в аэропорту. А? Ну, 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 нет. Ну. Пойду. Ну, я могу, ты. Угу. Ну, ладно. Ну, ладно. Вот, ладно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Барс, что у вас? Обозначенную территорию разбил на сектора, группы начали поиск. Результата пока нет. На связи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Барсику обещал. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, девочки. Я хочу сразу официально заявить, что я не особо эксперт в области женского шоппинга. Размеры то, что вы написали. Здесь я ручаюсь. А... Вот это, вот это мое. Это мое, да. Только как-то давайте в темпе, минут пятнадцать хватит. И поедем сразу. Время пошло. Давайте не затягивать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здорово быть рядом с собой. Такого человека. Ага. Только не рядом со мной. Рядом с женой. Со мной он так. На каникулах. Ну, в нынешней ситуации это не важно. Важно то, что он рискует сейчас всем родителям. Все равно он хороший. Очень. Очень хороший. Пожалуйста, джинсы поможешь мне запихать? Поправилась? Вадим Андреевич. Да? Я хотела вам сказать огромное спасибо. Да не стоит, Ольга Александровна. Нет, стоит. Вы нам очень помогли. И, кстати, за вещи тоже большое спасибо. Видите, как подошли. Ольга Александровна. А? Привет. 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 Держи. Это чего такое? Костыль. Мне? Нет. Это для Риты. Ольга Александровна. Хорошо. Это вам. В дорогу собрал. Там шесть заряженных сприцов и ампулы. Вадим! И четкое расписание приема лекарств на пять дней вперед. Я. Я справлюсь. Рита, это надо выпить. Ну, это я не решил. Это Грачев велел, а он доктор. Давай. Давай. Ну, надо, правда. Давай. Молодец. Так, аккуратно. Давай. Ступенька. Подожди. Ну, куда ты попрыгала? Куда? Ну? Спасибо вам, доктор, за все. Все вид хорошо. До свидания. Замечательно выглядите. А как себя чувствуете? Это мой доктор? Какой симпатичный доктор. Здравствуйте. Чувствую себя отлично. Вот так. Ой, спасибо. Спасибо вам за все, доктор. Да это вам спасибо. Хоть немножко встряхнулся. Спасибо. Спасибо, товарищ. А ваш отец ведь был очень известным адвокатом. Я прекрасно помню. Он даже как-то защищал одного восточного президента, да? Принца. Да. Ну да, да. Принца. А вы в строительной филе работаете? Ну... Работала. Ну и как вам в строительстве? Нравится? Вадим Андреевич, а почему вы задаете мне все эти вопросы? Да так, дорога. Ольга Александровна, вот видите, там около знака тропиночка. Вот-вот-вот пошла в лес. Там метров через пятьдесят будет колонка. Вот вам фонарик, а внизу у вас там баклажка. Вон, видите? Наберите, пожалуйста, водички. В лесу? Ну, метров пятьдесят, не больше. А я пока рить укол сделаю. Уже минут как десять надо было сделать. Вgregор-вот полетехов-трицак. Время, 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 Время. 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 Время мы будем. КОНЕЦ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Эй! Подождите меня! Эй! 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 Продолжение следует...